Привет, зритель! Давненько я не обозревала покупочки еды. Я тут получилось так, что ездила в одно место. Вазун. Сиди ровно. Я заказала себе сушёный манго, чтобы его измельчить и попробовать сделать из него манговую сладкую пудру. Можешь не сидеть ровно. Если ты после услышанного уже не хочешь что-то смотреть, то иди офигевать дальше. А если хочешь, то сейчас увидишь всякое такое. В общем, на 1310 рублей 23 копейки я закупилась. И ещё на 100 с чем-то в другом магазине. На 133. Видимо, без копейки. Надеюсь, это тот чек. У меня тут 40 минут зарядки и 40 минут свободного полёта времени. Так, я сейчас буду, что первое попадётся из пакета доставать. Мальчики, если вы очень ранимые, закройте глазки. Если вдруг это смотрите. В магните, внезапно в солнечном по 50 рублей с копейками. Они мне что-то так понравились. Мой последний технический период. Что я думаю, если увижу, то куплю. Покупала последний раз по 60. Смотрю, они по 50 взяла две. Не была уверена, сколько у меня на карте денег. Поэтому взяла только две. Но это ещё тащить надо. Как бы я же теперь пешком, а не на велике. У нас сегодня утром, ночью был снег. Сейчас дождь. Я взяла хурму. Четыре штучки. Сейчас я найду эту хурму. Че-че-че купал. Че-че купал. Хурма. Ищите быстрее, а то у меня времени там мало на камере. Хурма по 100 рублей за килограмм. По 100 без копейки. 99 рублей 99 копеек. Вышла на 468 грамм. 46 рублей 80 копеек. Блин, я так давно не обозревала вот это, сколько стоит, сколько весит. Она такая-то фига зрелая. Там одна супер зрелая, одна не очень зрелая. Я хотела, думаю, мясо что ли купить, какую-нибудь курицу. Но курица какая-то очень большущая была. Больше 2 кг. Думаю, мне это, во-первых, тащить. Во-вторых, нам столько не сожрать. За 2-3 дня. И я вот подумала, если есть куриное филе грудки без косточки и без шкурки, то надо купить. И вот внезапно есть филе грудки охлаждённое. 662 грамма. Оно, конечно, дороже стоит, чем, допустим, курочка даже за 2 кг. Где тут это филе? Филе. 300 рублей без копейки за килограмм. На 198 рублей 59 копеек вышло. Мне очень нравится колбаса. Я где-то месяца 2 назад её для себя открыла. В нашем магните она на десятку дороже стоит. Я пару раз покупала, я стала душить жаба. Думаю, в следующий раз буду в районе озона. Зайду и куплю. Колбасное изделие мясное. Кстати, состав нормальный. По крайней мере, я от него не чешусь, не задыхаюсь и не тому подобное. Она до 25 ноября сроком годности. 29-26 сентября рождённая. Тут 100 грамм. И она стоит 70 рублей без копейки. Сейчас я даже её найду. Где она тут? Да, 69 рублей 99 копеек. Моя цена колбаса с салями. 100 грамм. Я наконец-то купила какую-нибудь штуку для ванной, туалета, раковины. Доместос был внезапно по скидке. Ну, там была березна 41 с копейками. Я что, литр? Я думаю, блин, у меня столько широтвы. Может, мне всё-таки лучше потом в нашем магните купить эту березну. А потом внезапно видела доместос непобедимый в борьбе с микробами. По скидке чё-то он шёл. Тут 750 миллилитров. Он недавно розвит. Где ты, чёртов, доместос? Доместос-то где? Доместос, да. Да, 139 рублей он стоит, вот. 139 рублей. Сегодня помою или завтра свой сортирчик. А может, потом ещё и ванночку. Я страдаю. Ты знаешь, зритель, я же сейчас это типа экономлю, но я поняла, что мне теперь надо больше чуть-чуть денежек на эту штуку, чем я могла сама бы добавить, потому что я вот прилично потратилась денег у меня до конца. На 11 дней у меня 4 тысячи осталось жития. Экономлю я, потому что я хочу купить камеру. Ну, про неё попозже я потом тут может отобуду. Вот здесь вот будет такое облачко, и там будет написано «Хожь задонатить Лёле?» Вот эти ссылочки. Тут у нас пакеты для запекания, трапеза, кубанские, для овощей, курицы, мяса, рыбы. А я что-то прониклась запекать мясо в пакетах для запекания. Тут 8 штук. И ещё 8 штук. Конечно, на Вайтберес или Озон выгоднее купить. Там за 150 рублей где-то было 30 пакетиков на Вайтберес. Где-то там 109 рублей 10 пакетиков, возможно, как-то. Ну, как-то оно много, 140, 150 где-то было на Вайтберес рублей за 30 пакетиков. Или там 130 рублей за 20 пакетиков. А тут получается, как бы, на Вайтберес, я же ездила на велике, теперь 24 рубля туда, 24 рубля обратно, ну, 48 рублей проезд туда-обратно, плюс ещё на Вайтберес это забрать дешевле, в магнит сходить. Оказывается, в магните, может, и в нашем есть, но вот в солнечном было. Сейчас я скажу, сколько это счастье стоит. Я увидела и решила взять. Так, это не то. Прокладки, а, да, прокладки, кстати, 50 рублей 99 копеек. 101,98 они у меня вышли. Так, где ты, чёрт тебе, деревь? Пакеты для запекания 56 рублей 99 копеек. В общем, 113,98. 114 рублей без 2 копеек. 57 рублей 8 пакетиков. Вот такая упаковочка. Я думаю, да нормально. Как бы на Вайтберес то есть, то нет. А тут по пути уже как бы зашёл, купил. Про запас хватит. Ещё я взяла магнитовский рукав для запекания. Ну, когда удобно рукавом, отрезал сколько надо. А когда удобно пакетиком. Расщипнул, завязал и всё в порядке. Тут у нас 3 метра, 30 сантиметров ширина плюс завязки. Он что-то там около 40 с чем-то рублей. Рукав для запекания 41 рубля 99 копеек. В общем, 42 рубля без копейки. Нормально. Если их сложить, то примерно та же цена будет за 9 метров на каком-нибудь там в Айбеке. Вот плёнка пищевая. Я вчера обнаружила, что у меня она вообще закончилась. Я в деревню как-то купила и большую часть увезла в деревню. А то, что тут было, оно закончилось. Плёнка пищевая. Я ещё перед этим, перед озоном зашла в нужные вещи. И там купила плёнку пищевую и фольгу. Она бесценная. Там вообще цена вот только на кассе, когда оплачиваешь, узнаёшь, это вот где-то так уже месяцев 8 это. Может, даже уже и 9. Может, они уже и родили за это время эти цены. Так, где она у нас тут? Плёнка пищевая. 45 рублей без копейки. Там она была, 57, и зонтик. Я его не покупала, он давно со мной. Я его давно покупала. Я взяла немножко какого-то винограда тайфи. Там вообще остатки роскоши были. Я взяла так. Там оставалось что-то непонятное. Немножко винограда вменяемое. Я взяла чуть-чуть. Виноград тайфи. 76 рублей без копейки за килограмм. Вышла за 178 грамм тут на 13 рублей. 53 копейки вообще. Вот если ты вдруг экономишь, пойди в магнит. Вот сейчас виноград самое то покупать осенью. Купила 2 пачки масла. Они были по скидке 109 рублей с копейками. Ну, в общем, наверное, как бы 72,5% жирности, 180 грамм. Некоторые ругаются, что надо покупать только 82,5% жирности. Но вот мне что-то, что это как бы нормально. А я сейчас собираюсь делать шоколад. Потом я хочу сделать этот сыр из творога. Оно и вообще, чтобы куда-то масло сливочное было. Поэтому я взяла сразу 2 упаковочки. Там была по скидке домик в деревне. Я его иногда беру. Но что-то я вдруг увидела вот это и думаю, что если 2 пачки брать, то он дешевле выходит. Причем, ну, как бы, те же самые жиры. В общем, оно 110 рублей без копейки. И каждая пачка мне вышла на 110 рублей без копейки. Плюс оно было более свежее, чем домик в деревне. Чего тут у меня еще? Я подсела, зритель, не поверишь. Оно что в нашем магните, что там стоит одинаково. 29,90. Ну, короче, 30 без копейки. Молочко такое. Тут 800 миллилитров. Оно 2,5% жирности. Блин, а я сначала думала, что 3,2. Думаю, чужину по вкусу-то как 2,5. Короче, 2,5% жирности. Молоко путевое, постерилизованное. Я же сейчас теперь редко буду с козьим-то молоком. А последние разы, когда я покупала, привозила из выдор козье молоко, покупала. Но у меня почти все на кефирчик уходило в этой моей йогуртнице с заквасками. Ну, и я что-то как-то купила молоко долгоиграющее. Как-то покупала, но хорошее было. А в этот раз купила, а там оно полностью из сухого молока. Сухое, обезжиренное. Сухое, не обезжиренное. Восстановленное. И по вкусу вот мне самое парашное сухое молоко, когда покупала, попадалось, я покупала как-то, супердорогое, суперпарашное на деле. Оно и то более молоко, чем это вот. И поэтому я, когда увидела магнит, я думаю, дешевое молоко куплю, попробую. Ну, если что, там тесто какое-нибудь в фигахну. Там блины на нем испеку. А оно внезапно очень хорошее. Я так прониклась, купила два. Вот оно оба с 28-го кутября до 7-го ноября. По 800 миллилитров. Кошки хватает, мне хватает. Я чай молоком разбавляю. Зеленый и не зеленый. Сейчас я его найду. Да, 29,99. Клевер, молоко постерилизованное. В общем, 30 без копейки. Причем, ну, как вот в нашем магазине. В магнитах, так и там. Я купила манго. Да, я вначале сказала, что я с Азона забрала килограмм манго. И оно как бы это... Чтобы его перемолоть и сделать себе манговую пудру. Потому что манговая пудра сама по себе стоит дороже, чем килограмм манго сушеного. Я купила себе манго. Оно такое хорошее. Мягонькое, зреленькое. 260 рублей за килограмм. Без копейки. Но это... Я помню, что его чистить задолбаешься, ешь, задолбаешься. А все, с тебя весь сок течет. Но думаю, как-нибудь я постараюсь, чтобы я была не вся в соке, а хотя бы только частично. И я буду уже знать, что я по собственному желанию это купила. И матюгаться уже не буду на то, что манго какой же ты сочный. Как же неудобно тебя жрать. Манго где ты? Манго... Да, нет. Слушай, зритель, я тебе наврала. Я думала, оно 259,99, а оно 259,90. В общем, манго у меня вышло на 498 грамм. На 129 рублей 43 копейки. Стоит оно 259 рублей 90 копеек за килограмм. Чего тут у нас еще? У нас тут еще. Пленка 57 рублей, которую я покупала. Тут 20 метров. А тут сколько метров? В нужных вещах. И тут 20 метров. Короче, вот эта пленка дороже, чем магнитовская. Она 57, а это 40 с чем-то. 44, что ли? Где тут эта пленка? Пойти с котью 300 лет. Она 45. На 12 рублей вот эта пленка дороже в нужных вещах. Так-с, фольга. В внезапном, вот там она 78 стоила, эта фольга. В этом самом, может даже чуть меньше сейчас найду, где у меня есть кошелек. Чех-то у меня только один тут был, который из карты. А, она 76 вообще стоила. Короче, в нужных вещах эта пленка стоит 76 рублей. Если у тебя в городе есть нужные вещи, зайди туда, если там такая же цена. Правда, в нужных вещах, а там цена вообще, как узнаешь ее на кассе обычно, последние 8-9 месяцев. Ну, как вот где-то с февраля. С середины, даже с марта. Короче говоря, а в магните такая же пленка была 139. А еще какая-то моя цена 99. Я думала, не нафиг, пленку про запас я покупать не буду, хватит мне пока этой. Ну, в смысле этой, не пленка, а фольга. Фольгированная пленка. Я давно хотела шпроты, но ты знаешь, у меня напольное масло – аллергия. Обычно пишут масло растительное, и вот чтобы масло подсолнечное было, или еще какое-то другое, ну, рапсовое хотя бы, я не знаю, делают вообще с рапсовым маслом шпроты. Но масло подсолнечное – это надо найти. Есть масло подсолнечное, но там мне не открыть оно вот так. Мне надо мою подругу Ирку, чтобы она пришла и открыла этой фигней. Поэтому я купила вот такое. Оно раза в два дороже, но тоже с маслом подсолнечным. Это у нас шпроты. У меня там батарея совсем разряжается, я вижу. Сейчас я найду по-быстрому эти шпроты. Шпроты, черт вас, деревья, где вы? Шпроты. А вот шпроты. 160 грамм, 129 рублей, 99 копеек. Короче, 130 без копейки. Нормальные, хорошие шпроты с маслом нормальным подсолнечным. Ну и что тут это? То, что на самом дне лежало. Обычно я делаю отдельно плейлист обзора Озон. Ну уж тут как бы есть. Я потом в инфобоксе скину эту ссылочку. Я покупала, по-моему, под 522 рубля за килограмм. Оно при этом свежее. 28 августа сделанное. Можно половину сажать, половину на сахар пустят манговый. Манго сушеный, натуральный, 1 килограмм. Хотя вот тут какая-то еще хрень. Ну, короче говоря, вот манго. Манго сушеный, натуральный. Кому-то попадается в такой упаковке, кому-то в другой. Сейчас он идет, по-моему, если карты оплачивать Озоновской, 517 рублей за килограмм. Но я заказывала 522 рубля за килограмм. Да, вот такая экономная лёля. Я в этот раз решила, что не буду уж супер так ужиматься. Если уж будет мало доната от зрителя, мало кто меня будет поддерживать. Да-да, DJI Osmo Pocket 2. Камера такая специальная. Специальная, в ней можно на минус 32 снимать. Вечером, ночью она встроена в стабилизатор. Если я гуляю по улице и что-то снимаю на смартфон, у меня руки дрожат даже со стадикамом. То вот если я буду снимать на эту камеру, руки даже будут дрожать. Но на камере это не отразится. Если ты хочешь сказать мне спасибо за мои труды, за мои ролики, или, может быть, мои ролики как-то помогают тебе в жизни, то ты можешь задонатить мне ссылочки в инфобоксе. На донатейшн Алертс, подписаться на меня на Бусти. Если ты не из России, оформить спонсорскую подписку. Там куча всяких разных бонусов. От 49 рублей до 399 рублей. Можешь кинуть мне тупо на карту, тогда мне всё дойдёт без всяких процентов. Можешь кинуть мне на ВКП или ещё куда-нибудь на Юмони. Ну а можешь не кидать, если тебя душит жаба или финансы не позволяют. А можешь просто что-нибудь мне прислать на обзор. Я буду рада. Я это обозрю. Ты получишь кучу эмоций положительных. Все будут счастливы. Всем спасибо, кто осилил до самого конца. Пока!